Музыка Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу готовить болгарский перец на зиму. Я не буду в банках крутить, а буду жарить и потом в морозильник в пакетах положу. Для этого мне понадобится, вот здесь у меня уже промыто 4 килограмма болгарского перца. Здесь у меня зелень, укропчик, петрушка, стебель серделея. Я специально вот такие большие брала, они очень мягкие, тонкие. Я буду сейчас резать, показать. Потом чеснок, лавроль лист, перец черный, вода, масло, эссенция, 70% соль и сахар. Для начала должна вот этот зелень нарезать. Я мелко не режу это, потому что это остается как отдельная закуска с перцем. Оно очень вкусное, не надо мелко резать, а потом не будут это кушать. Подумать, что это только приправа, зелень. А вот если вот такие куски, они уже будут кушать. Это лучше, вкуснее, чем красный перец. А вот листья будут немножко поменьше. И петрушка с укропом отдельно буду. Не очень большой надо резать, это не маленький, не большой, средний такой. Я люблю, когда зелена много. Сейчас уже будем маринад делать. Там приблизительно 500 грамм воды. Несколько горошек. Сейчас много не будем платить. Несколько штук лавой лист. Вот это соль. Добавляю еще сахар. Ростительное масло 200 грамм. Перемешать. Я сначала в маринаде буду жарить чеснок, серделей. И это все сниму. Тогда только буду начинать жарить наши болгарские перецы. Хочу, чтобы маринад был вкусный, чтобы так вкус еще хорошо дает. А если вот жарим, потом сыпаем с этим зеленью, не так уж хорошо получается вкус. Сейчас подождем, пока закипит. Добавим чеснок половину. Уже вода кипит, маринад. Я добавляю сюда немножко чеснока. Полтора ложки эссенция 70 процентный. И серделей. Весь стеколь сюда отправляем, чтобы варить. А то она не так грубая, но все равно надо варить. Просто так невозможно будет кушать. Это хорошенько сейчас. Будем варить, снимем и будем уже перец зажарить. Видите, уже цвет поменела. Я сейчас буду это снимать. Уже очень вкусно марина пахнет. Там и чеснок, и серделей. Сейчас здесь уже, когда перец будем жарить, сразу будет вкусно этот перец. Весь вкус пойдет на перец. Добавим немножко чесночка. Нароли листья и горошек. Будем уже перец туда кладить. Так же я целиком делала. Но кушать так неудобно. Поэтому уже пополам делаю. Это легко кушать. Много не надо. Вот чуть-чуть. Пока немножко цвет поменяет, буду я снимать. Это я в банках не буду крутить. Поэтому не опасно, что чуть-чуть будет не вареный. Подождем 1-2 минуты и будем снимать с кастрюли. Вот уже надо снимать. Буквально минуты 1-2. Пока вода опять закипит, мы будем зелень сюда добавить. И будем зелень сюда добавить. Петрушка с укропом. И сразу же закрываем. Теперь другая партия будем жарить. вот уже снимаем вторая партия. Я с первой партии пробовала. Надо вот обязательно пробовать с первой партии. Потом, когда две партии уже делаем, постепенно добавляем и соль, и сахар, и эссенцию. Потому что эссенция испаряется, а вот тер уходит в перец. В продолжение уже будет невкусно. Петрушка с укропом. Петрушка с укропом. Петрушка с укропом. Петрушка с укропом. И добавляем соль. Почти 2 столовые ложки. И 2 столовые ложки сахарного песка. Одна ложка эссенция. Пол ложки эссенция. Одна много будет. Перец. Перец. Добавлю. Перец. Дорогие мои подписчики и зрители Вот я уже буду снимать последнюю палку Я немножко подсолнечного масла добавила Все ингредиенты надо попробовать добавить по чуточку Через несколько минут буду наливать весь маринад на перец Пока закрою крышечкой Вот уже я закончила Оставила немножко остыть вот наш маринад Потому что пластиковый у меня тара Не надо было таким горячим наливать И будем вот эти маринадом наливаем всю нашу перец Сейчас я это буду закрывать и на балконе оставлю На улице у нас сейчас 5 градусов тепла Так что как в холодильнике А завтра буду уже целлофаны положить и в морозильник ставим Сегодня пускай подождет Дорогие мои, я рада вот опять встрече с вами Я вчера нашу красную перец поставила на балкон Сегодня уже прошел день И все запах, этот вкус дала вот жидкость Сок И я сейчас буду это все поместить Вот такие пластиковые тары Или вот целлофановые пакеты с замком И буду ставить в морозильную камеру Вот С этой стороны начну И снизу беру, и сверху Чтоб Вкусно было Сизелей тоже положим Самая вкусная часть Это И немножко Из маринада наливаю Можно и пакетик Вот здесь тоже Немножко Бульон Не бульон, а маринад Налю И будем закрывать Замок Желтух с тумой Налим Потому что на один день раз это много Поэтому я сейчас буду вот так пополам сделать И так поставим в морозильник Сначала одну часть Возьмем, потом вторую часть Здесь уже не будет вылепать И так Я поставлю в морозильник Если вам понравился мой рецепт Вы тоже готовьте Пишите комментарии Если вам интересно У меня очень много рецептов Я могу всегда с вами поделиться Спасибо за просмотр Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok